ПРО КИНО Ольга Лебедева – независимая бизнесвумен, которая своим успехом обязана лишь себе. Ведя свои дела, она придерживается строгих правил и никогда не имеет дел ни с правоохранительными органами, ни с криминалом. Неожиданно выясняется, что территория заброшенного детского лагеря, приобретенного компанией Ольги, богата минеральными водами. Лакомым куском желает завладеть Сергей Галямин, бизнесмен с криминальным прошлым. Он прибегает ко всем методам, и Ольге ничего не остается, как согласиться на помощь от двух неожиданных союзников, которые устали жить по законам 90-х. Режиссером сериала стал Иван Катаев, за спиной которого драма «Бывшие» и комедийные сериалы «Универ» и «Счастливы вместе». Из грязи в князи это, конечно, хорошо, но часто бывает наоборот. Об этом и пойдет речь в сериале «Жена олигарха» со звездой кухни и ИП Пирогова Еленой Подкаминской. Еще вчера в жизни Альбины все было прекрасно. Большой особняк в Лондоне с вышкаленными дворецкими, двое детей и любимый муж-олигарх, с которым не страшно ничего. А вот как будет без него, Альбина никогда и не задумывалась. Неожиданно, испугавшись ареста, муженек исчезает, а заодно прихватывает все имущество. Оказывается, что Лондон не такой уж приятный и удобный для жизни город, особенно если жить тебе больше негде. И Альбине с детьми ничего не остается, как вернуться в городок Добруйск. На бизнес-курсах, которые героиня посещала в прошлой лондонской жизни, почему-то забыли рассказать, как выживать без гроша в кармане. Альбина вынуждена забыть сказочную жизнь в Англии и научиться жить с пустым кошельком на родине. Внезапно она узнает, что кое-какие активы супруг все-таки оставил. Активы – это местная фабрика по производству кирзовых сапог, которая находится на грани банкротства. Вариантов у женщины нет, и она собирается вывести производство кирзачей на новый уровень, обживаясь в Добруйске, где ей совсем не рады. В сериале также появится Ольга Бузова, которая сыграла саму себя. Специально для героини Ольги были созданы уникальные вещи – темно-фиолетовая соболиная шуба и леопардовые брюки из шелка. Давно меняли масло в машине? Заезжайте в автосервис к сестрам, может, поможете им договориться между собой. Да, именно автосервис и родственные узы, от которых никуда не деться – это единственное, что связывает героинь сериала – сестры. Получив наследство от отца автосервис, укомплектованный мужским коллективом, сестрички пытаются делить имущество, а потом решают все-таки оставить бизнес и управлять им втроем. Они ничего не понимают в машинах. Они очень разные, но они сестры, поэтому, наверное, все должно получиться. Сериал «Инсомния» – еще одна работа с участием Гоши Куценко. В последнее время актер вновь начал активно сниматься, что не может не радовать. Его персонажи всегда колоритные, интересные и запоминающиеся. Его персонаж – психотерапевт Юрий Шталь – с помощью гипноза помогает пациентам решать сложные проблемы, но не в силах помочь себе сам. Мужчина страдает бессонницей и ночными кошмарами. Вероятно, беспокойство у него вызывает тайна гибели жены. Ее он и начинает раскрывать, предполагая, что точное знание избавит его от недуга. В поисках Юрию помогает стриптизерша Аня, с которой он познакомился в ночном клубе в одну из бессонных ночей. В сериале сыграли Мария Миронова, Александр Робок и Ирина Старшинбаум, которая призналась, что роль стриптизерши Ани – одна из самых сложных в ее жизни. Персонаж поразил ее непростым характером. Это сильная, жесткая девушка, которая борется со своей болью, но в то же время нежная и честная. Еще один сериал, который мог зря ускользнуть от вашего внимания – это «Преступление и наказание». Над сериалом работала в некотором роде команда мечты. Продюсеры, создавшие «Физрука», «Звоните Ди Каприо», «Мир, дружба, жвачка» и другие хиты, плюс Анна Пармас, написавшая как сценарист «Ко-ко-ко» и «Два дня», и снявшая как режиссер «Давай разведемся», а также главные видеохиты группы «Ленинград». Анна Михалкова, в свою очередь, получила роль, уже неплохо ей знакомую, даму с принципами, но совершенно не от мира сего. Ее героиня работает в тюрьме. Она искренне убеждена, что из любого негодяя можно сделать нормального человека и привить доброе отношение к людям с помощью разработанного ею метода. Неожиданно к Алене приезжают родственники по отцу-олигарху, погибшему нелепой смертью. Все его деньги выведены на заграничный счет, и родственники уверены, что электронный ключ от него хранится у Неверовой. В попытке найти ключ они сжигают ее дом, за что и получают срок в колонии. Алена борется за их исправление, и это становится испытанием не только для семьи-олигарха, но и для самой Неверовой. Пока Гоша Куценко примеряет образы криминального авторитета и психолога, Евгений Цыганов освоил профессию трезвого водителя в сериале «Везет». В компании героев Светланы Ходченковой, Максима Лагашкина, Тимофея Трибунцева и Кирилла Кяра таксист Иван Потапов распутывает проблемы пассажиров, все глубже закапываясь в своих собственных. Его клиентами станут умирающий старик, обманутый женой-миллионер, замерзающий по дороге из аэропорта Равин, отравленный Клофелином египетский дирижер, юная девушка по вызову и еще, еще, еще. С каждой из этих заблудших душ Потапов терпеливо возятся в ущерб себе. Сериал «Везет» стал последним проектом для актера Владимира Меньшова. В ленте он сыграл старика, который ездит на раритетном автомобиле «Победа». Вся съемочная группа отмечала, что на съемочной площадке всегда было ощущение близкого и родного человека. Человека эпохи. Ковры на стенах, желтые выгоревшие обои, старая мебель, майбах в реке «Огромный долг на шее». Такой себе ребус, но разгадать его придется, иначе все будет очень грустно. Сериал «Не личная жизнь» стал новым комедийным хитом, где герои Максима Лагашкина, Елены Лядовой и Антона Филипенко освоят неведомый мир киноиндустрии для взрослых, чтобы отдать огромный долг влиятельному человеку. Влиятельного человека, кстати, сыграл Алексей Серебряков, то есть нет ни одного повода сериал не посмотреть. Съемки проходили в городе Калуге. По сюжету создателям пришлось сбросить в реку Аку Мерседес, замаскированный под майбах, для чего часть ограждения одного из Калужских мостов была разобрана и заменена на Бутафорскую. Машину из воды извлекли, далее она была задействована в нескольких кадрах, отснятых в Москве. Так что все по-настоящему с огоньком и очень смешно. Тандем Владимира Сычева и Максима Лагашкина сформировался давно, но сериал «Бедный олигарх» стал наиболее ярким воплощением этого дуэта. Одним прекрасным лондонским утром олигарх Виктор Гнеда узнает, что потерял все. Счета заблокированы, друзья отвернулись, а устрицы в Монако теперь только в воспоминаниях. В этот трудный момент рядом с обедневшим олигархом остается только его камердинер Адам, который будет помогать Виктору выжить. Для этого придется сделать многое, превратить дорогую машину в такси и даже решиться на травмы ради получения страховки. На съемках Сычев и Лагашкин много импровизировали, частенько подшучивая друг на другом. И некоторые хастроты режиссер решил оставить в сериале. Для главной роли Владимир Сычев отрастил усы и бородку, а дизайнеры придали его волосам седины, прибавившей Владимиру добрых 20 лет. Максим Лагашкин тоже не обошелся без внимания гримеров. Британского дворецкого подчеркивают прилизанные волосы, тонкие усики и манера речи. Химия между друзьями и героями откликнется и в вашем сердце. Следующим в нашем списке сериалов, которые вы могли пропустить, стала драма «Контейнер». Наверняка так откровенно о теме суррогатного материнства еще не говорил никто. В сериале хорошо переданы внутренние чувства заказчиков и исполнителя, и именно поэтому сериал вошел в число самых ожидаемых проектов. Суррогатное материнство – последний шанс для одних и модная услуга для других. Кто-то считает суррогатных мам спасительницами для бездетных семей. Кто-то обвиняет в кощунстве над чудом деторождения, которое не останется безнаказанным. Саше, которую сыграла Оксана Акиньшина, суррогатное материнство казалось подходящим способом исправить ошибки и начать жизнь с чистого листа. Вопреки общей практике, она согласилась переехать на время беременности к богатой паре с Рублевки, в дом чиновника Вадима и его жены Марины, роли которых исполнили Филипп Янковский и Мария Фомина, для которых она была лишь игрушкой, контейнером. То, что представлялось безопасным решением и заботой о будущем ребенке, на деле обернулось испытаниями для каждого из обитателей дома. В одном из интервью исполнительница главной роли Оксана Акиньшина поделилась мнением, сказав, что на ее взгляд в сериале нет плохих или хороших персонажей. У каждого есть свои проблемы, кому-то не хватает денег, одни хотят детей, другие не желают рожать. Этот сериал о жизни без прикрас. У каждого есть свои темные тайны. Наш сегодняшний ТОП-10 мы заканчиваем сериалом «Алиса не может ждать», в 8 эпизодов которого уместился рассказ о переживаемых подростками страхах и коварстве лжи, происходящей во имя добра. Юная Алиса всегда была на хорошем счету в школе, но сейчас мать не понимает, что с ней творится. Ей невдомек, что Алиса узнала секрет, который от нее давно скрывали. Скоро она ослепнет, еще немного и полная темнота. Глупо тратить драгоценное время впустую. Чтобы успеть пожить по-настоящему, Алиса решает заработать легкие деньги и уехать в большой город. В поисках интересной истории создатели сериала наткнулись на рассказ психолога о девочке-подростке, которая узнала, что теряет зрение, и решила прожить остаток зрячей жизни максимально ярко. Историю решили воплотить на экране. Главную роль в сериале сыграла Елизавета Ищенко, за плечами которой съемки в сериала «Хороший человек», «Сама дура» и «Пищеблог». Режиссер Наталья Мещанинова говорит, что на начальном этапе производства главная героиня имела совершенно другой типаж, но после кастинга Лизы режиссер поняла, что она именно та, кого они искали. В роли женщины, пытающейся уберечь свою дочь, сознательно не посвящая ее в особенности диагноза, на экранах предстанет Анна Михалкова. По словам актрисы, для ее героини важно сделать последствия неизбежной душевной травмы близкого человека максимально безболезненными. А для этого хороши любые средства, даже ложь. Пишите в комментариях, что уже смотрели, а что захотелось посмотреть. Не забывайте, что все сериалы вы найдете в подписке к Картина ТВ. И не забудьте подписаться на наш канал, здесь будет много интересного, мы гарантируем. Субтитры создавал DimaTorzok